С миром, добрый день. Игнатий Тихонович, недавно посмотрел ваше видео про иконы, оно мне чисто случайно попалось, оно мне очень понравилось, оно очень простое и в то же время емкое. То есть через отношение Христа к ветхозаветному храму, в котором были иконы, вы таким образом проложили мостик от почитания икон в Ветхом Завете, а в Ветхом Завете их помазывали елеем, значит к почитанию икон в Новом Завете. То есть вот за этот довод вам спасибо, я его переслал много кому и много кому этот довод очень понравился, то есть вот такие у вас плоды очень хорошие. Помню, несколько лет назад смотрел ваше видео про почитание святых, каким образом протестантам отвечать, тоже ваш довод очень понравился. Вот. И я знаю, что вы сидели за веру, то есть это тоже нужно быть очень сильным человеком для того, чтобы не побояться, не отказаться от своих слов, а как бы идти за Христом до конца. Вот. В связи с этим я отношусь к вам с большим уважением, потому что у вас вот есть и хорошие доводы и очень и очень смелые поступки за Христа. Вот. Это первое. Но со стороны братьев, миссионеров существует ряд вопросов, недоумений, недопониманий. Вот, собственно, я бы хотел озвучить некоторые вопросы, вот чтобы прояснить. Даже хотелось бы сказать, что хочу развенчать мифы о вас. Вот. Про термин Богородица. Как вы прекрасно понимаете, в православном богословии существует термин ипостась, то есть личность, самосознание, и природа или естество. И вот в этом плане Христос, он дважды Бог. Он Бог по природе, потому что с Отцом и Духом Святых у них общая природа. И он Бог по ипостаси, то есть самосознание у него божественное. Христос говорит, прежде нежели Авраам, был я есмь. То есть самосознание у него божественное. И когда мы говорим, используем термин Богородица, то мы верим не то, что Дева Мария произвела на свет вечную природу Бога, а мы верим в то, что она родила младенца, который был по своей ипостаси, по своему самосознанию божественным. То есть прежде нежели Авраам, был я есмь, он говорит. И вот может быть, и знаете, в связи с этим мне бы хотелось сформулировать вопрос так. То есть у вас к термину Богородица, я так понимаю, претензий богословских нет, но вы в то же время за то, чтобы вот эти все тонкости оговаривали, потому что неофиты или мусульмане могут не понимать тонкостей нашего богословия, и таким образом считать, что мы верим, что вот весь Бог, в том числе и его природа, рождается от Девы Марии. Но мы так не верим. Мы верим в то, что Дева Мария родила по природе человека, но по личности, по самосознанию это был Бог, это был второе лицо Троицы. И поэтому мы говорим Богородица по отношению к личности рожденного ребенка. И вот в связи с этим хотелось бы понять, то есть как вы относитесь к термину Богородица, и нет ли у вас именно богословских претензий. То есть у вас есть только, я так понимаю, такое возражение, что нужно всегда, когда ты используешь термин Богородица, пояснять его, иначе люди могут не понять, не зная нашего богословия. Какое людям богословие, если я все молитвы о Богородице и каноны считаю. На мои книги посадили специально профессора, Адельский монастырь. На это ушло три года. Нет ни одной, никакой претензии. Дальше, этой книге не один том, а теперь уже 42 тома. 752 страницы в каждом томе передали в Киево-Пещерскую лавру. 13 лет исследуют, и ничего нет. А почему? Потому что дьявол не исчез, и это люди делают награду. Они плетут венец золотой. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить. Меня гнали, Господь говорит, будут у вас. Мне не надо объяснять. Потому что о себе, говорит, то, за что могут засыпиться, Плеча бы выигрывали, а я не выигрываю. Потому что Давид говорит, Великое для меня неиссягаемое, я не входил. Не успокаиваю души мои, как дитя, те отнятые от груди матери. Меня брать голыми руками можно везде. Потому что я нигде не скрываю. Говорил, где неправильно. Патриарх говорил, говорил. Говорил, и все в книгах отображено. А то миссионерский отдел. Миссионерские отделы, самое первое, нельзя создать. Это фальш, обман дьявола. Можно певческий, благотворительный. Можно там какой-то рисовать иконы. Но создать какие-то отделы миссионерские нельзя. Потому что здесь Бог полностью берет прерогативу на себя. Двенадцать апостолов. И что? Посылает по два. Как будто не считали. Двенадцать кучей пошли. Двенадцать. По два. Сколько отделов? Шесть. А было больше? Не было. Когда Марк спотнулся, вернулся. И второй раз хотел пойти. Павел говорит, нет. Ну, в Арнабе он был племянник. Тот взял этот и избрал силу. И это польза для того, что уже два сетильника в одном месте. Это многовато в разные места. Господь после избирает семьдесят. И что? Посылает по два. Как слепые. Или что, разрушить отделы? Да нет. Это выдумка. Они только ищут показать, что они миссионеры. Миссионеры. 2.18. Читайте, Яков. Покажите веру твою без дел твоих. Пустое место. А я покажу тебе веру из дел моих. Значит, показать можно. Это Яков пишет. 2.18. Но это далеко не все. Город на вершине горы не может укрыться. Теперь я показываю журнал «Покров» для семинаристов в Алтайской митрополии. И там слово говорит доктор богословия, профессор по юридическим словам Павел Бочков. И говорит, по-разному относится к Игнатию Тихоновичу в проповеди. Но тысячи обращенных в православие. Вы куда денете? И все заглохо. Я не просто был в лагере, в тюрьме. Я нес миссию. Первая ночь только прошла. Первая. Перед вечером я там пришел. Я уже ночью на коленях. Говорит, семь человек уже склонились на колени. А я ее не видел. А можно мы с вами будем молиться? Всю тюрьму сотрясают. Почему? Это не мое. Благодарить Божие делает. Это невозможно. Я по любому вопросу возьму, какой хотят там. Меня они будут исследовать. Меня уже сотни раз исследовали. И где-то в Синодии. Я сижу в Синодии, митрополит, епископы. По разным вопросам. И нигде ни разу ничего не зацепили. Филиохвы так понимал, что Дух Святой исходит из сына. Родной брат Василия Великого, Григорий Ницкий. Половину было почти. И никто их за это не сцеплял. У меня не за что зацепиться. И они на ровном месте скоблят меня. Люди какая-то. Шпана подзаборная. Я их не видал. Знать не знаю. Мы в разных весовых категориях. Мне не надо их совсем. Перед ними изъясняться. Надо что делать? Делайте. Дворкин четыре раза на меня наезжал. И каждый раз принес извинения. Да я не знал. Не передо мной. Перед толпой. Каждый раз. У меня столько врагов. Только в черный список я занес. Уже наверное даже страшно сказать. Тысяч тридцать. Но друзей миллионы. На одном канале у меня восемьдесят пять миллионов только просмотров. Мне это никакой пользы нет. Деньги мы ни за что не берем. В писем виде написали в Гугл, в Америку, чтобы они деньги снимали себе. Потому что у вас электричество тратите. За меня цеплялись. Когда речь коснулась освобождения, реабилитации. Ух, как поднялись. Краевой суд утвердил виноват. Суд Российской Федерации. Там еще бывший президиум. Суд СССР утвердил. А президиум наконец отнял. Все. И по новой. И реабилитирован. На мне зубы ноги оточили. Только безупасались. Я никому ничего не доказываю. У меня все в книгах сказано. Нет ни одного вопроса, который бы я не отвечал. Вот Козлов, допустим, Максим выступает. Корнилий. Там другие. Адриан. У соробряцев был. Тогда был еще митрополит Кирилл. Смоленский и Калининградский. А патриархом Алексей Второй. И их выступления, которые интервью не дают, я исследую. В книгах они у меня. Как они отвечают. Ответ правильный только на 9%. Я с них ничего не требую. Я дальше по Писанию раскладываю. Юрасов. Амроси. Он ко мне не раз приезжал. Я пользуюсь Библией. У меня Библия авторитет. А эти, которые там пришли, они там воют по сторонам. Меня не касается это. А у них Библия не на первом месте. А раз не на первом, значит, не верующая шпана. Слово Божие 14.20.48 Ивангелие от Иоанна говорит. Оно будет судить нас в последний день. Или у меня все вопросы кончились. Мне нужно теперь идти по Слову Божию. Я все принимаю. Все как есть. И доказывать никому никогда не доказывал. Зачем доказывать? У меня все наружу. Я ее также признаю. Там разделение природы великое и недосягаемое. Чтобы утвердить учение о Троистве, потребовалось 6 вселенских соборов. А там собирались по 430 епископов. Епископы со всего мира, сколько канонизировано. И они не могут ничего сказать. А мы начинаем трепаться на эту тему. Зачем? Принято. Я православный. Я все принимаю. Все. Абсолютно все. Я православный. И на этом разговор закончен. Я выполняю все как есть. А тонкости такие, природа, это, то, другое. Сто раз оно правильно. У меня по-другому выражено. Выражено. Я за это отвечаю. Им надо где-то показать, что они не зря там деньги получают. Повторяю. В разных весовых категориях. Я за Библией провел тысячи часов. А они ни одного часа. Потому разный у нас авторитет. Разные силы. И разная цель. Я перед Богом прожил. День в день. Мне не надо уговаривать было. Пусть они мою жизнь проживут. От Москвы до самых до окраин я один. Один. Остался те, которые сидели. Я первый раз услышал, когда что. Десятину платить. Мне 23 года. Работаю на море. Сто процентное здоровье. Там хиликов не принимают. Там и тебе барокамеры. И все проходить надо. И в это время, 23 года, я решаюсь. Никому не говорю. Я буду платить 9 десятин. Из 1900 сразу отдаю. И 61 год почти так прожил. Поэтому такие обильные благословения небо открыто. Поэтому на трех работах работал. Выработка на каждой работе 280-300 процентов. Я 40 лет пищи клал по стране. А эти-то, которые вокруг там, зачем мне они нужны? Решить только. Они ничего не знают. Им нужно кого-то повалить и пнуть. Как в басне, говорит, льва провожали на пенсию. А все, он говорит, и я его лягнул. Я еще не ухожу на пенсию. Я со всеми, что меня обзывают, как... Пускай так будут. Но что старик я? Никак. Кто со мной знает, все понимают. Я застрял где-то 23-30 лет примерно. Я все время с молодежью. Начальник детского лагеря создал. Единственную страну православную. Со строгой дисциплиной. 45 лет директора. Бессменно. Набрать команду. Построили. Пусть хоть кто-нибудь это повторить. Я беру только отдельный момент. Я буду с ними беседовать. О чем? Покажи веру твою безделтой. Там нет ничего. А я покажу и сделаю их. Я только перечисляю частички, которые Бог сделал. Не я, это благодать Божия. Благодать Божия избрела меня на это. Я сижу за столом в синоде. Искать митрополита. И говорят про вас. Вот говорят, что вы вино считаете за грех. Я говорю, нет. Они мне стакан налили. Выпейте. Я говорю, я в рот вино не беру. А выпейте, чтобы снять это. Вот сейчас мне это предлагают. Я сколько-то выпил. Я говорю, у меня жена квас крепший готовится. Засмеялись и все. Я не ем мясо. Я не считаю, что нельзя. Я говорю, можно змей, лягушек. Что угодно. Только Словом Божиим и молитва ощущается. Я не ем мясо. Но я не настаиваю. Да, я жену знаю. Знаю своих друзей, близких. Но я этому не отдаю всю жизнь. Как себя написано. Себя надо полюбить. Какого любить ближе, как себя, если ты себя не любишь? Я разговаривать ни с кем не намерен. У меня нет времени на это. Я отвечаю, я православный. Зафиксируйте. И на этом все. Вас кто-то уполномочил там, кто? Ходи, в прошлый раз там писали. И там, которые ничего не знают. Тут потеряевские сразу погоня. Вот как говорится, черты с табакерки. Сразу же все показались. А почему? Сарабрятцы. У них прощения никому нету. 360 лет нету. Никон, никоньяни. Никон, никоньяни. Они никому ничего не прощают. Пачкам уезжают. Ни один человек не выехал. Понимаете? У них конь ложь во спасение. Там написано, конь не надежен для спасения. А по-славянски ложь. Они говорят, ложь. Это конь. Как на коне выехать можно с ложью. Я с ними должен разговаривать. Я могу только молиться. Я днем и ночью молюсь о них. Чтобы Господь не отпустил их из жизни без примирения с Богом. Там никакой ни веры, нет ничего. А тот, он вроде бы в лесу вышел. А мне и даже разговаривать некогда. Мне сегодня сколько вопросов было? Сколько? Там брошенная жена. Там еще кто-то. Кто-то сидит. Кто-то больной. Ему нужен ответ конкретный по слову Божию. Я это делаю. Я знаю свои таланты. Моя жизнь вообще не похожа ни на что. Посчитайте Википедию и вы увидите. На весь интернет одна. Почему? Потому что я ничего не делаю, а только плыву в этой благодати, которая из-под храма тещет. Ты наконец поплыл. Это ни день, ни два. Это вся жизнь. Как ни крути, а 85-й год идет. Я и не думал столько быть на земле. И поэтому я православный. И на этом все. Что православие приняло, я принимаю. Но я говорю, что вот так-то было бы лучше. Вот это мое мнение. А мнение это не фуражка на голове повернуть каким ее. Я говорю конкретно и о патриархе, и о папе. Хотя к папам двум, Венедикту и Франциску, я в Ватикане подарил свои книги. Да, я подошел под благословение к Сензу, уезжая. Хотя меня благословили уже три епископа. Я признаю их за церковь. Ну и что? Я признаю их за церковь. Но не признаю их крещение, бродобритие и прочее. Что они уже гомосексуалистов венчают. Но это церковь. Григория Норменская. Копты и сирийцы. Все дальше только ересь сектанты. У меня четкая программа, где нет рукоположения от апостольских времен непрерывное. Вот мой ответ. Все. Я могу подытожить. Вы как православный человек, как я понимаю, принимаете все. И в том числе термин Богородица. Единственное, что ранее я в ваших видео слышал, что у вас главная претензия была не против термина Богородица самого. А по поводу того, что когда мы используем термин Богородица, нужно пояснять, что мы православные под этим понимаем. Иначе люди, соответственно, могут войти в заблуждение и понапридумывать себе, что мы верим в то, что Бог родился 2000 лет назад. А до этого Бога не было. Собственно, у вас такой лингвистический термин. То есть вы, я так понимаю, не нестарянин. И вот это я бы и хотел зафиксировать. Еще глупости говорит. Я положительно говорю о Гитлере. Адольфу Алоизовичу. Что более умного правителя, которого народ бы так любил, и он народ не было. Не было никогда на земле. Но он вспотнулся на евреях. Как только он их коснулся, все пошло под низ. Посмотрите, он не делал революции. Ни одного крестьянина не раскулащил. А тут 12 миллионов лучших крестьян погубили. Я говорю о том, что было. Его любили как. Дороги построили, чтобы каждый имел машину. Каждый мог отдохнуть на лучшем курорте. Это одно. А другое-то было. Я не скрываю этого. У меня отец без руки вернулся. Три дяди оттуда не вернулись. Я его не хвалю, но говорю. Момент. До момента, когда он пришел к власти, его ни в чем нельзя было упрекнуть. Я не боюсь это говорить. За меня цепляются со всех сторон. В рот ко мне залазить не надо. Я знаю, как язык шевелится. Все. Так. Второй вопрос я хотел задать. Люди, многие не понимают вашего отношения к монашеству. И когда я с вами общался в прошлый раз, это было несколько лет назад, значит, у меня тоже было неправильное понимание вашего отрицания монашества. И вот что я понял из предыдущего разговора, что вы не против абсолютно всех монахов, вы именно против тех монахов, которые брали обет безмолвия. И даже не против конкретных людей, а против того, что был крен в эту сторону по отношению к проповеди. То есть были же монахи, которые и проповедовали, и приводили целые народы ко Христу. Кирилл и Мефодий, равноапостольные, по сути, привели весь наш народ за 150 лет до Владимира, они начали приводить весь наш народ ко Христу. И они были монахами. Вот как бы вы высказались против таких монашествующих, которые безбрачные, которые постятся, и при этом идут и проповедуют, и приводят целые народы. Вот. И против чего вы в монашестве конкретно в таком случае? Конкретно говорю. Я признаю монашества, которых вы сказали, идут и проповедуют. Недавно, да недавно еще, патриарх Кирилл, он был митрополитом, говорил, миссия это движение. Идите туда, идите туда, свидетельствуйте. На совести монашества 2 миллиарда мусульман. Докуда дошли, остановились, все, дальше никак. Нельзя разговаривать в столовой, нельзя на пути в столовую, нельзя в кель разговаривать. Где-то повеление. Когда Господь говорит, идите по всему миру, вы и проповедуете Евангелие всей твари. Последний наказ. Где нет проповеди, ничего нет. Какая вера может быть? 10-17 посланий Акрима. Вера от слышания, от слышания от слова Божия. А не так, что стяжи двухмирные, тысячи спасутся. Ни один не спасется. Это противники, это богохольники. Дух Святой пришел, языки сошлись, а на разных языках заговорили. А тут свой язык потеряли. Я живу этим. Поэтому просто так говорить никак нельзя. На их совести фашизм. На их совести коммунисты промолчали. Царя потеряли. А если бы, представь, 57 тысяч храмов в России, 1250 монастырей, в один раз все разрушено. Даже это у Гитлера не было. И у Муссолини ни у кого не было. А почему? Потому что не было проповеди. Людей заключали в монастыре. И какая мандра, стена, архимандрит. Еще играть-то в это. Слово его будет судить меня. Все остальное кончилось. Идите и проповедуйте. Восьмая глава, четвертый стих, где они апостолы, растеявшиеся, ходили и благовествовали. Дети мало. Я житья начитал 12 томов. 12 томов Платоуста. Без проповеди нет. Замолчали, ничего нет. Сатана обладает. Он поставит своих проповедников. Я вот в вузах был. Я только в камеру какую-то на саной тюрьмы в другую кидаю. Я только зашел. Только зашел. Так ни один делал священник, я разговаривал. Я захожу. 25 человек, камера. Хата называется. А в ней 75. В три раза больше. Попеременно спят. Тебя еще не отошел от туалета. Параша называется. Тебя уже исследовать будут. Меня ни разу не исследовали. Почему? Я только захожу. Крестное замене. Мир дома сему. Зашевелилось. Там амбал такой вылазит. Это кто такой? Откуда? Какая статья? Я говорю, 190 прим. Что мента грохнул? Я говорю, 190. Это 190 прим. Называю. И дальше идет разговор. И уже к вечеру вся полностью тюрьма знает, что я здесь. У меня с собой Евангелие есть. Как бы послушать? Это Бог делает. Моего нету. И теперь найти три человека, только не курят. Там дым ужасный. Три. Вымыли руки. Я им даю Евангелие. Новый завет у меня. Псалтырию. Дедионы у братья, который вот есть. Я толкую теперь. С восьми до десяти. Весь день разбитый на пять частей. Полтора часа, каждый час я молюсь. Салтыри за два дня просчитывается в молитве. Новый завет за десять дней. Я теперь свидетельствую. Открываются двери. И охранники с двух этажей стоят. От создания Советского Союза этого нигде не было. Я разговаривал с разными священниками. Греб, Якуни, на тесть Дмитрия Дудко. Какие были. Ни один, ни два человека. Зоя Крахмалико там отбывало где. И у кого этого не было. Я полностью владею этой аудиторией. Почему? Дух Святой. Это не мое. А они все заглохли, сидят там, сидят какой-то за Симой. Теперь он Михаил. За развращение малолетних. Бомик. За мной нигде ничего никогда не было. И все, которые пытались, реабилитировать пришлось. И в духовном плане, и в мирском. Я абсолютно от всего свободен. У меня нет ничего за мной. Нету. Почему? Благодать Божия меня ведет. Лишний раз я на разговоры не выхожу. Даю только ответ точно по Слову Божию, по Святым Отцам. Я первый в стране насчитал 12 томов златоуста. 5 томов добротолюбия. Наверное, я их знаю. На них каталоги составлял. На три разных размера катушек. Вот и все. Ответ один. Жить надо в Духе Святом. 8-9. Послание Кризма. Кто Духа не имеет Христова, тот и не его. Он дал звание избранной. Ой, по избранной. Много званых, мало избранных. Слово избранной не подходит. В первом послании Иоанна. Иоанн говорит. Рожденный от Бога не грешит. Вот сто раз сказать. Господи, помилуй, Господи, помилуй, пожалуйста. Но что рожденный от Бога не грешит. А дальше говорит. Рожденный от Бога не может грешить. Он не может. Настолько не может, что настолько это противно, как я не могу курить, не могу колоться. Он не может грешить. Это Иоанн говорит. Это неприемлемо православие. Я должен соглашаться с ними. А у вас было такое, как Серафим говорит. Когда я ошибался, то Дух Святой покидал меня. Я понятия не имею об этом. Я только обратился. Златоуста в руках не держал. И уже через три месяца я проповедовал. Библию прощел. Да может не один раз. Я не просто проповедовал. А со ссылками на Писание. И только через примерно 30 лет я уже вошел в это. Говорил. Цитирую Златоуста, которого в руках не держал и не видал. Вещь неслыханная. Мне не приходилось каяться. Серафим об этом говорил неправильно. У меня вообще этого не было. Вообще никогда не было. Почему? Потому что Дух Святой завладел устами. И все. Я буду отвечать перед кем-то. Все, каяться. Что Дух Святой моими устами произнес это. Надо думать хорошо, прежде чем предлагать. Я сказал, я православный. Ни одной молитвы не искажаю. Все каноны Богородицы считаю. Каждый день считаю Богородица достойно. Пресвятая Госпожа Богородица. Все молитвы считаю каждый день. Тем более по интернету. Вы с нами зайдите, чтобы в нашем сообществе были. Утренние молитвы я считаю. А потом через каждые два часа считаются. Никогда, сразу нигде, не зная Библии. До обращения еще по Евангелию. Я уже молитвы эти знал. Потому что наша вся родня были старобрядцы, без поповцы, киржаки. Я это знал с детства, молитвы эти. Вопрос ни о чем. Больше заниматься нечем. Глупости какие-то. Я один уточняющий вопрос задам. В молитвенном правиле есть же, например, молитва Макария Великого, монаха, пустынника, Богу Отцу. И вы, как православные, ее читаете. А вот в связи с этим вы в молитвах обращаетесь к святым монахам, то есть к Антонию Витикому? 77 имен повторяем каждый день. Каждый день. И Макария, и Антония, и Серапима Саровского всех поминаем. Каждый день. Не просто поминаем, а чтим, отмечаем даты. Это важный момент. Третий вопрос хотел задать как раз Афелиоква. Согласно православного учения, от Отца предвечно рождается Сын, и предвечно исходит Дух Святой. То есть получается вот такая вот симметрия. Сын предвечно рождается, Дух предвечно исходит от единого начала. Такое вот симметричное, красивое учение, которое и было зафиксировано на Первом и Втором Вселенском Соборе. То есть это вот у нас называется символ веры. И в связи с этим вопрос по отношению к Афелиокве. Но вот прежде еще хотел озвучить, что в Священном Писании в Евангелии Атеана 15.26 есть такие слова Спасителя. «Когда же приидет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит». То есть Христос здесь говорит, что Он пошлет Духа Святого. И католики, например, вот этот стих и ряд других используют в защиту Афелиоквы. Афелиоквы что такое? Это исхождение Духа не только от Отца, но и от Сына. То есть Отца и от Сына как бы от единого начала. Это вот исповедуют католики. Но дело в том, что, например, митрополит Иларион, это очень серьезный богослов, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры он был, сейчас назначили другого. Вот он в своем томе «Православие», том 1, делает вывод, что в Евангелии Атеана 15.26, где Иисус говорит, что «я пошлю Духа Святого», то здесь имеется в виду не рождение вечности от Сына Духа, а здесь имеется в виду, что во Христе ведь есть и человеческая природа, а Церковь является телом Христовым. И он как бы Духа не предвечно от себя рождает, а через свою человеческую природу пропускает, изливает на Церковь, то есть Церковь и тело Христово, и он вот эту благодать изливает. И так, значит, митрополит Иларион считает, что толкует большинство отцов Церкви, то есть вот в этом консенсус патру. То есть здесь не подразумевается в этих словах Спасителя не предвечное рождение от Него, как от начала, а рождение во времени, исхождение Духа Святого на Него, через Его человеческую природу, на Церковь. Я, по крайней мере, так это понимаю. Вот. И в этом заключается православная позиция. Вот в этом плане вы принимаете православное учение или допускаете, что могут быть правы католики? Вот какой вопрос. Я спрашиваю, и тех, кого вы спрашиваете, Григорий Нис, Василий Великий родного брата не допрашивал. И при том таких, как Абросим и Диоландский, другие, ни один, ни два было. Этого не было, чтобы из-за этого еще начинали лбами стучать. Говорю, вот, корабляцы два, это склоненные небеса, земля, Бога-человек, крестное знамение. Новообрядцы, Святая Троица, Серафим Саровский. Но так Сергий Радоневский, основатель русского монашества Антони, все так молились. А Бог, как правильно, то и другое содержит элемент ереси. Мы заражаем крест, на кресте умирало только естество человеческое. А как правильно? Правильно, католики? Пять ран, ты Господь, создавший мир, воплотившийся от Девы Марии. Нас, стоящих, по левую сторону, у тебя у вас будет там по-другому, переведи на правую. Пять ран. Вот здесь абсолютно точно. Но я не это, никакой веры, там, Григорий Анмян или католики. Я с детства привычен так, так и крещусь. Тем более, клятвы все давно сняты. Я просто говорю, вникая в это, то более правильно католики. Но по-католически я нигде, никогда, даже когда к ним заходил, никогда не молился. Я православный. А так главный у меня довод. Я православный. И поэтому от отца исходящего, так и читаю, никогда, ни разу не говорил от сына. Но у меня есть рассуждение. Согласно слово Божие. А вот он сказал, Алфеев так-то. Ну, сказал, он за это отвечает. Как один человек говорил. Я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как вы это поняли. Знаете, кто-то сказал? Вот так. Поэтому, вот уже не знаю, за что зацепиться. Почему? От безделья. Вот у меня нет ни одного человека. Православный, он где-то там, я приходил. Конкретно встретились. Начинаю я беседовать. Беседую с сектантами. С любыми. Сколько их было. Сколько их пришло. Целые семьи. Свидетели Львова. Адвентисты седьмого дня. Вы отца Геннадия Паса слышали? Да. Я люблю лекции. Емес. Минонит. Мы встретились. Встреча и все. Ничего не осталось. Дальше привезли еврея. Наум Израиль. Чистопородный еврей. Он у меня обратился в доме. Съездили в переделки. Накрестили полное погружение. И он очень близок к патриарху Алексею Этому Илье Второму. Он мой крестник. Пусть через каждого один священник, один еврей обратится в православие. У меня следователь КГБ стал священником. Пусть через каждого один придет. Надо воевать все время. Я говорю, надо. Какая война? Любовь. Чтобы показать, что лучше того, что Бог дает человеку православие, ничего на земле нет. Конкретно показать. Покажи веру твою без дел твоих. Повторяю. Не один раз. А я покажу из дел моих. Поэтому я не стыжусь от этого говорить. Потому что все это дело не я. Благодать. Моего там ничего нет. У меня нет гуманитарного, нет религиозного образования. У меня есть любовь. Главный козырь. И поэтому сколько баптистов семьями пришли. В одном месте я проповедовал. Примерно 450 человек. Присвитер встал и говорит. Мы все готовы сегодня принять православие. Одно наступление. Почему? Благодать. Благодать делает это. А этот толкутся на одном месте. Он сказал. Зачем ему говорить об этом? Я православный. Уже все сказано. Не надо разлагать дисциплину. И доказывается. Великой недосягаемой я не входил. Я считаю все молитвы, все каноны. Отмечаю Успение. Благовещение. Все молитвы, которые богородичные и праздники, я их соблюдаю. Посты строжайше соблюдаем. И в том числе молитесь канонизированным монахам. Да. Да. Вот это важно. Я говорю, что это неправильный путь. Мы потеряли людей. Потеряли миллиарды. Вот я злодейство. Злодейство и злодейство закрыть уста. Дух Святой придет и научит. О грехе, о правде, о суде. А народ-то как научится? Они знают. И посмотрите с людьми, которые разговаривают. Около церкви-то. Мы решили так. Сегодня, которые выходят из крестильной комнаты. Барнаул. Покровский собор главный. Ни один не мог ответить зачем. Зачем крестился. Однажды заходят, говорят. У них АБХС, там проверка есть. Что, попу мало денег дали? Чтобы нас ловить. Люди вообще не верующие. Вот о чем надо заботиться. Почему проповеди нет? Там продают свечи какие. Грязь одна. Зеленые там, красные. Чистые чистому. Левит 10-10. Они чистые, они чистые. Вот такие огарки вырывают. У нас огарки ни одного за 300 лет нет. Чисто восковой. Покупаем воск и делаем. И свечи сами. Воск, я не возьмись в патриархии. Везде все нарушено. Нет, главное, нет правильного входа в церковь. Обращения нет. У нас на обращение 450 часов уходило в университетах. Я в пяти университетах вел занятия, в тринадцати школах. В пяти отделах милиции, городской и краевой уводы во всех воинских частях края. И три радиопрограммы телевидения еженедельно. Больше эфирного времени не было в Российской Федерации. Никому дано. Почему? Бог. Благодать. Потому что у меня в запасе... Вот сегодня я говорил проповедь, сроду не догадаюсь. А еще маласточки. Простой вопрос. Восемьдесят три. Псалом четвертый стих. А у нас как раз у алтаря, на алтаре два гнезда. Этого нигде нет. А там и гнездо свое у алтарей Твоих, Господи. Я объясняю, каждая птица. Попутно разобрал всех птиц, которых Библия упоминает. У меня проповеди настолько разнообразны. Их тысячи. У меня нет образования. Повторяю, у меня нет любви к чужому. Я говорю совершенно на новой основе, которые говорят. У меня один человек стоит, вместо указания считает. На сто процентов все верят. Это Библия. В руках Библия у него. Я теперь даю разъяснение. Я перешел на другой вариант, потому что плохо слышу, плохо вижу и это не признаю. Мне как раз хватило этого. Ноги там, колени не так. Я прошел тысячи километров пешком. Пешком. С грузом. И все это по благодати Божией. В этом все сокрыто. И поэтому, чтобы я за кем-то приглядывал, задавал какие-то вопросы, идите к Боркину. Идите. У меня нет молитвы от Боркина. На молитве он вышибается. А Алексея Осипа тоже молитвы нет. Нету молитвы. И все. А другой совсем, даже с Терликов, никакого отношения не имеет. Молитва идет. Я могу сказать это. Об этом говорится отец Арсений. Что значит молитва идет? Вот возьмите там. Александр Глебович. Небзоров. Да. Я за него молюсь каждый день. Так он безбожник, атеист. Знаю. Но молитва идет свободно. Я его не забываю никогда. Ни разу не встречались. Я знаю, сколько он зла сделал. Я не могу это все объяснить. Это необъяснимое явление. Это от Бога. А человек не знает в это время. Там, около него, вдруг люди начали обращаться. К примеру говорю. Почему? Бог делает рикошет. Это призыв Господа молиться за врагов. Даже за врагов. Поэтому вот то, что вы молитесь за Небзорова, здесь это православный взгляд. Это может быть не мусульманский взгляд, но православный. То есть это правильно. Многие не могут переступить через себя и молиться за врагов. Я хотел бы следующий вопрос задать. О молитве с еретиками вас обвиняют. 33-е правило Лаодокийского собора. Не подобает молиться с еретиком или очепенцем. Вот в связи с этим правилом некоторые к вам предъявляют обвинения по поводу того, что вы призываете с баптистами молиться. Вот если есть такое правило, то правда ли, что вы призываете к молитве с баптистами или все-таки это как-то нужно понимать по-другому или вообще не так? Я вот этот бы хотел вопрос вам. Два раза сказали призывать, два раза солгали. Зачем вы языком свою ложь переворачиваете в своем рту? Пожалейте свой рот. Никогда и нигде не призывал. Это шпана вот эта подзаборная нападает, а вы их слова прокусили. Нету. Ну вот я заехал к ним. Там я, допустим, проповедовал когда-то. И теперь просим на дорогу. Милости Божией. Я молюсь. Они со мной молятся, но не я с ними. Это один раз. Второе. Если считается отче наш, как я могу против сказать? Аминь. Аминь. Да будет так. Истинно так. А с ними, чтобы тем более призывал? Нет. В одном месте пришлось с еретиками быть. Давайте помолимся. Я говорю, вы сейчас только сказали. Я понял, что вы даже троицу не славите. Я вышел в коридор и отдельно помолился. Я пришел до проповеди как миссионер. С огромным опытом. Так что нигде не призывал. И тем более не молился, как они говорят. Я молюсь про себя. Я встал отдельно в коридоре с поклонами, помолился. Ну и что? Ничего. Две семьи сразу обратились. К примеру, возьми. Мальчик, который болтает, у них ничего нет. У меня везде с кем ни возьми. С евреями, с мусульманами сколько людей обратились. Если доктор богословия, который все исследовал, Павел Бочков, юрист, профессор, доктор богословия, и говорит, что из Игнатия тысячи пришли. То есть они говорят, куда вы их денете? Вот мое оправдание. Вы, апостол Павел говорит, вот мое доказательство. Вот люди, которые здесь есть, через кого они услышали, а те, которые нападают, у них ничего нет. Пустышка под ногами, как бутылка, скрипит, на нее наступает. Зачем я буду разговаривать время, тратить с людьми, которые не родились свыше? Они мертвые. И на каждом шагу. Вот я нарушаю каноны. Какие каноны? Покажите. Один канон. Два не надо. А в православии сегодня 719 колоннов. Это 7 вселенских, 9 поместных и 13 святых отцов. Из них 413 ежедневно, постоянно, умощенно нарушаются. И торговля, и самое важное таинство крещения, только ладошкой за деньги предатели наглые, проклятые людям. И ремень 4810. Со связью какие-то проблемы? Да, там он может пропасть. Бывает. Сейчас я перезапущу. Мне что-то надо делать? Мне потом зайти, да? Нет, нет, ничего не надо. Сейчас. У него может быть установлено. Сейчас я его... Вы знаете, что вы слышали, что вы последний не было слышно? Нет, последний не было слышно. Где-то мы секунд 40 не слышали ничего. В законной проповеди он говорит так. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Девять блаженств ни за кого нет великой награды. Я получаю самую великую награду от Бога. Потому что я делаю... Едущий мой хлеб поднял к плиту. Я каждый день молюсь и ночью выхожу даже, чтобы молиться под звездным небом. Мне-то до этого что делаете? Остальные говорят, это награда. Они плетут золотой венец, златоуз говорит. И поэтому я приветствую их. Я молюсь о всех гонителях. Они... им роль такая выпала. Сделаться отверженными. Они не знают, что такое избрание Божие. Когда оно было, когда обратилось, ни один не может ответить. Я называю дату. 27 сентября 17.00 1962 год. Латвия, город Венспус. Карла Розенберга, 18.4. Рождение свыше. Я встал другой с молитвой. Первая молитва. Может, минут 20. Я почувствовал, как с меня рюкзак... Когда в горах идешь, будто кто-то снял. О чем? У меня веры нету. Я верю в Бога. Но в эту книгу на столе... Я не верю. Бог мгновенно мне ответил. У меня как верю, 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 зазвучало. И уже весь караван кораблей к утру знали. Латвия сошел с ума. У меня открыто все. Добиваюсь разрешения в высшее мореходное училище. Сдать экзамены. Три экзамена в один год. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков все предметы. Кто это сделает? Это Бог делает. В школе не было иностранного языка. Почему? Я выпросил у Бога. На немецкий ушло полгода. И уже я у них проповедовал. На английский четыре месяца. Я даже не знал, что это можно сделать. Ну а дальше французским занялся, греческим, испанским. И тут все уже у меня пошло, чтобы день и ночь проповедовать. Там переведут кому надо. Я с кем разговаривать-то буду? И о чем? Пусть они работают научиться. Мы встаем в 4.40. Никогда одним не ложиться. Минимум тратить на себя. Минимум. А это люди живут в довольство свое. У меня нет претензий, они чужие. На этом конец. Вот и все. Я хотел вас поблагодарить за ответы на вопросы. И пожелать вам долгих лет, чтобы на вас не нападали. И я рад, что по некоторым вопросам я услышал незыблемую православную позицию. И, собственно, я думаю, что вот это видео должно стать основанием для того, чтобы на вас вас не обвиняли, например, в нестарианстве. Чтобы не считали вас кулителем Кирилла и Мефодия или Антония Великого. Не надо, не повторяйте, это все ложь. Всякая ложь от дьявола. Иван Георгий Татьяна 8.44. Он отец лжи. Вы эти слова не говорите, что они говорят. Они делают, пусть делают до конца. Господь сказал, что делаешь, Иуда, делай скорее. Я эти слова могу сказать. Не надо, что там у меня великая награда. Не отнимайте ее от меня. Чем больше гонителей будет, тем выше награда. Я благодарю моего спасителя. Он мне это сказал. Я вас благодарю за заботу. Я знаю, что вы много-то занимаетесь, там где-то что-то. Главное, что нам Бог оставил, это проповедь в Духе Святом. А то стяжи двухмерных тысяч. И ни один нигде за это не обратится, хоть ты тысячу раз. Давид говорит, я верен, но только заговорю, а не к войне. Вот и весь ответ. Еще раз повторяю, у меня они просто брошюрки. Вот сейчас я выпустил книгу, книги, 4 тома проповеди в стихах. По 880, кажется, две страницы. 96 страниц цветных фотографий. Я-то теперь посмотрел, статистику навел, сколько знаков без пробелов. И оказалось, что 32 поэта, у них маленько поменьше за всю жизнь их. А у меня-то за 9 лет. Это Бог только делает. Это вещь неслыханная. Это Бог делает. Спасибо вам большое за время, уделенное здоровье. Счастливо. Благодарю. Спасибо, Христос. До свидания. С Богом. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok